Судя по ситуации на Украине, но вопрос не про Украину, те решения, именно ваши решения, которые были направлены на национализацию элит в России, как раз подтверждают правильность этих шагов. И вчера общался со своим коллегой из Сахалина, ну, очень интересную мне историю рассказал. Вот я хотел бы, чтобы он сейчас эту историю рассказал и вам тоже. Так, коллега из Сахалина. А, вот, прошу. Добрый день, Руслан Овчинников, медиахолдинг «Примамедиа» в Сахалинской области. Ну, национализация элит, в общем-то, ну да, есть определенные сдвиги, особенно на федеральном, региональном уровне. Ушли некоторые сенаторы из Совета Федерации, ушли депутаты. Ну, видимо, люди восприняли, что им лучше заниматься бизнесом по всему миру в рамках ВТО или нет. Но в регионах наши элиты, ну, я думаю, коллеги мне тут соврать не дадут, но там все сложнее, что ли, замысловато как-то все происходит. Вот, например, на Сахалине господин Лобкин, вот до недавнего времени мэр Южно-Сахалинска областного центра. А тут выясняется, что у него и у его семьи, ну, это абсолютно открытая информация, он ее подтвердил, это известные факты, смело говорю, виды на жительство в Соединенных Штатах Америки. Ну, а все сейчас знают, я думаю, это информация на слуху, что там произносят клятву, ну, по их ритуалу определенному, но это же не просто слова, это серьезное обязательство взрослого вменяемого человека. Ну, господин Лобкин сейчас не возглавляет Южно-Сахалинск, он возглавляет коммерческую структуру. Ну, у него все хорошо, потому что структура, в частности, по госпрограмме аэропорт строит у нас на островах. То есть, ну, нормально все. Или вот член Совета Федерации от Сахалинской области, уважаемый Александр Григорьевич Верховский, он, конечно, является бенефициаром бизнеса, ну, акции в доверительном управлении, все по закону, а этот бизнес, в свою очередь, владеет, опять-таки, открытая, абсолютно по всему миру известная информация, владеет компаниями, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки. Да, тут все законно получается, но как-то в нынешней международной обстановке, вот позволить себе такие слова сорокалетней давности, я их даже еще помню, будучи маленьким, ну, как-то это может быть и по закону, но несправедливо, что ли, для граждан? Ну, непонятно, ну, как это вот человек во власти принимает решения, очень ответственные, бюджетные средства, а так-то он же все-таки тоже человек, и нашим, и вашим получается. То есть, не считаете ли вы, что имеет смысл, может быть, как-то ужесточить этот, ну, назову его, патриотический фильтр для людей, желающих оставаться во власти и идти во власть? Ведь никто не мешает им, ну, не идти во власти, заниматься бизнесом по всему миру, у нас открытая страна, открытая экономика, в общем-то. Но власть это все-таки, ну, как-то это, это наше вообще-то. Ну, вы знаете, что касается тех людей, которые работают во власти, как вы сказали, особенно в федеральных органах, то, да, действительно, здесь просто может возникать конфликт интересов. Когда человек принимает другое гражданство, он действительно дает клятву государству гражданства, которого он принимает. И в этой клятве есть слова, что, ну, во всем случае, вот, то, что касается Штатов, слова преданности, верности своему новому отечеству. А когда человек после этого работает в органах власти другого государства, могут возникнуть и конфликты интересов, имея в виду, что интересы нашего государства далеко не всегда совпадают с интересами других государств. У нас есть свои и геополитические, и экономические интересы, и интересы по развитию определенных территорий, по развитию отраслей экономики. Ну, скажем, у вас на Сахалине активно развивается нефтегазовый комплекс, и, скажем, объемы сжиженного газа, они в основном идут с Сахалина, российского сжиженного газа. А это и вопросы конкуренции. Вот в Штатах сейчас развивают сланцевый газ, и это конкурирует. Понимаете, и здесь могут возникнуть, конечно, разные коллизии. И поэтому, на мой взгляд, государство должно думать об этом и должно обеспечивать свои интересы в этой сфере. И многие государства так и делают. Например, в Австрии, в Норвегии, если человек получает гражданство иностранного государства, он автоматически лишается гражданства Австрии или Норвегии. И таких стран вообще не так уж и мало. Государства очень внимательно следят за этим. Это не только формальная вещь. И у нас, конечно, мы должны это делать. А что касается бизнеса, то, вы знаете, и крупного, и среднего, и малого. Но я не думаю, что мы должны совсем уж так ограничивать людей в этом отношении. Мы открытая и свободная страна, и человек имеет право и жить, и иметь любое гражданство. Наше государство признаёт и двойное гражданство, и бипатриды, и апатриды. То есть люди без гражданства должны пользоваться, кроме, в данном случае, политических, равными правами о всех других сферах, в том числе и в сфере бизнеса. Другое дело, что общество должно понимать, что если иностранный гражданин, либо человек с другим паспортом осуществляет бизнес, то это как-то, и он сам должен понимать, что это привлекает какое-то особое внимание со стороны общественности, в том числе со стороны средств массовой информации. Особенно если человек работал в административных органах, а потом перебрался в бизнес, сразу возникают подозрения, не использует ли он свои связи и своё недавнее положение в органах власти для продвижения своих экономических интересов. Но это не значит, что мы должны совсем уже задушить возможность людей получать вид на жительство или гражданство в другой стороне. Жизнь сложна и многообразна, и существуют разные варианты, в том числе связанные с семьёй, с детьми, со здоровьем, в конце концов, да бог знает чем, с профессиональной деятельностью. Поэтому вот так вводить какие-то уже совсем жёсткие ограничения, мне кажется, не следует. Но от тех, кто занимается политикой, управлением, ну да, конечно, государство должно обеспечить свой интерес.